Так, всех приветствую, и мы сегодня будем опозревать такого ниндзя, как Даруи. Это долго его ждали мы, в общем-то, и так далее. Но дело в том, что, блин, дракон, вот этот вот чувак, собственно, мой аккаунт дополнительный сейчас он. Но раньше он, типа, был, играл со мной, и он очень хотел Даруя получить вот это вот. То есть он очень его хотел. И в итоге, из-за того, что он получил только мы, и как бы все из таких крутых ниндзя, он, в общем-то, бросил игру. То есть он ни Тенда не получил, ни Даруя не получил. И теперь мне, нифига, мне выпало на мой основной аккаунт, два раза Баки выпал. Вы представляете? Скаги, гребаный Баки выпал. Ну, Баки вот этот вот, который начальный ниндзя. Он у меня уже пятизвездочный, 80 фрагментов его уже дополнительно к пятизвездам. В общем, ужас. А этому чуваку выпало вчера с бесплатки Даруй и Джигакуда Пейн. Блин, Пейн Джигакуда, который один из самых ценных Пейнов. И Даруй, который, блин, это один из лучших раров вообще в Каге. И самый лучший, пожалуй, ниндзя из Каги, который для молнии может вам выпасть. Ну, я вам уже, вот видите, как сказал. Ну, и, как вы видите, его из 5 Каги можно достать. Также, как вы видите, 20 фрагментов нам давали в каком-то дебильном ивенте. Вообще, вот реально, в конце лета такие дерьмовые ивенты были, а сейчас какие-то офигенные ивенты пошли. Я не понимаю, это специально, типа, что школьники тогда, типа, не играли в игру. То есть, очень мало людей играло вообще в игру. Ивенты были дерьмовые, а теперь пошли все спендить сразу. И, то есть, для фритупейщиков тоже стали ивенты хорошие давать. Ну, не знаю. Если честно, как-то так сильно все поменялось и в лучшую сторону, в плане того, что фритупейщикам дают тоже мощь. Но, как бы, все равно все теперь очень сильно мощь у всех растет. Это не очень круто. То есть, нужно как раз... У людей теперь, у этих же школьников, которые в школу ходят, у них не так уж и много времени тоже на игру. То есть, задроты раньше летом они могли бы как раз играть здесь. Но ивенты были дерьмовые, как бы, не очень-то ты наварился бы на этом. А сейчас, когда они все в школу пошли, ивенты как раз крутые и... Но не у всех есть время на них. Значит, ну ладно, хватит об этом. Давайте же рассмотрим его. Он у меня будет первого уровня. Я его буду именно в таком виде показывать. Даже в бою я только с какаши вам его покажу. То есть, расскажу, в принципе, как его используют, для чего и так далее. Но те толбоебы, которые будут писать, типа, вот какой плохой обзор, ты даже не показал его в действии и так далее. Ну, знаете ли, я заебусь, извините меня, собирать всякие руны и подобные вещи для того, чтобы его полностью прокачать. И потом вам еще и показать, как я кого-то победю при помощи него. А на арене там тоже, как бы, уровни и все это. Ну, уровень, допустим, там сотый, но культивейшнер и остальные вещи, они, короче, имеют значение. Я проверял. Значит, Латин Стайл, Блэк Пэнтер. Чёрная Пантера, что за пред? Это, короче, техника Чёрной Молнии. То есть, это техника Третьего Райкаги. Третья Райкаги, в отличие от Четвёртого, он, типа, какими-то техниками изобрёл стиль Чёрной Молнии. В общем-то, Нин и Лайтинг. Call the Lighting attribute damage and paralyzes to up to seven of the opponent units and knockdown a selected unit. Короче, начинает, как вы видите, Чиз и также парализует семь юнитов. Ну, понимаете, как бы, тут чакры 40 потребляет. Вот у Мэй обилка круче. Там, хоть она, по-моему, и 60 потребляет, но там и поджигание круче, чем парализис, потому что, как бы, урон наносит. А парализис, ну, его могут снять всё-таки. Хотя, в принципе, неплохо, неплохо. То есть, здесь на семь юнитов. На семь юнитов, но во втором раунде. Ну, в принципе, как бы, с Мэй сравнивать. Допустим, обилку можно сравнивать с обилкой Мэй. Да. Хотя, если честно, мне кажется, урона от него меньше. Но это из-за того, что у Мэй там, короче, бафы идут. То есть, у Мэй идёт, там, баф на эту. К тому же, у него, по-моему, чиза с иммобайлом нету. Короче, у Мэй идёт баф по всем мужикам урон, чтобы шёл. И поле у неё бафает, хотя здесь у него тоже поле есть. Но, в общем-то, на 25% у него по-любому меньше урона. Дальше. Латин стайл, реверс лифт. В общем-то... Attack the opponent front row has the chance of 3 combo and causing high forward and paralysis. То есть, тоже парализация. Ну, не знаю. Опять же ж, берём Мэй. У неё главная обилка поджигания. А это автоатака, акупунктура. А здесь одной тоже. То есть, как бы, два раза паралайзис на того, на кого ты его уже наложил, ты не наложишь. То есть, это как-то не очень круто. Уже вот с автоатакой она хуже, чем у Мэй. Гейл стайл, лазер циркус. Лазерный цирк. Чё-то я, по-моему, даже в аниме серию-то видел, где он эту штуку применял. Но я так и не понял, в чём прикол этой техники. Ну, здесь это как Чиз, который после 10-ти комбо. Causing in jutsu damage and paralysis to 3 of the opponent units at random. Опять параллелизация! Слушайте, вы чё? Она не стакается, чуваки. Здесь параллелизация, здесь параллелизация, здесь параллелизация. Какой в этом смысл? Я не вижу цели. Ну, не знают, кстати, насчёт урона, какой она наносит. Ну, как бы, неплохо, да? 10 комбо. Хотя у гг молнии, как бы, у команд молнии, там особо много комбо не бывает. То есть, его ещё фиг активируешь. Значит, ватер стайл, ватер вол. Это у нас Чиз, но в этот раз обычный. Чиз, это такс, хайфлотед, энд каузер и пульс. Мало Чиз урона наносит. Чиз мэй больше урона наносит, насколько я помню. То есть... Ну и плюс у неё, что он с иммобайлом, а у этого без иммобайла. То есть, что у него в итоге? Один дебаф, параллелизация. А у мэй, там, дебаф на всех мужиков. Дебаф, короче, дебаф яд, который её поле кастует. То есть, поле кастует дебаф. Плюс ещё отобилки дебаф, отличающийся от автоатаки. И, собственно, от автоатаки акупунктура. Это три дебафа разных. Даже четыре. То есть, получается, если считать то, что она по мужикам больше урона наносит, тоже дебафом. То у неё четыре дебафа, а здесь же только один. Вот почему мэй лучше, чем даруи. Я говорил, кстати, дракону, что она типа лучше, чем даруи. Так что даже не пытайся его получать, но он всё равно хотел даруя. Видимо, он, короче, наверное, чёрный. Это потому, что он чёрный. Вот видите, его дискриминировали. Вот эту игру делали феминистки. Хотя они обычно с этими, с антирасистами, или как они называются. Они обычно сотрудничают. Но в данном плане, как вы видите, чёрных обделили. И даруи, короче, атакует два раза, когда этот барьер действует. То есть, он атакует два раза. Но у него же не супер-пупер атака. Слушайте, у него просто тай атака с тремя комбо. То есть, по сути, от того, что он второй раз атакует, ну, меньше толку, чем от отравления той же мэй. Так что, да, хороший ниндзя. Для молнии, за молнию вы его можете использовать. Но в целом, так себе. Так, значит, чё я ещё вам могу показать? Вот, как вы видите, лайф и атака у него. Но я бы ставил ему атаку, потому что, как бы, не знаю. Вообще, с Таруием, в принципе, как и любые Блиц-команды, они выигрывают в основном, вот, используют Таруя и Руку и Асума Виндбейда. Асума Виндбейд это просто постоянный посетитель Блиц-команд. О, ни хрена себе! Юна получила ОМГ, Фридрау Мэй! Короче, получила Мэй Таруми с бесплатной попытки Скайя. Когда мне такое произойдёт? Слушайте. Или Сэйч Наруто хочу с бесплатной попытки? У нас было, что и Сэйч Наруто с бесплатной попытки выпадал. О, господи! Да, ой! Ну да, давайте, короче... Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй! Это не то. Сейчас нужно нам поставить нашего Даруя. Разумеется. И посмотреть, какие у него характеристики на первом уровне. Простите, что я плохо подготовился. Ну, а так... Нам всё равно Гроут нужно смотреть по этому пофилу. Значит... Детайлс. Во! Смотрим. Девятьсот восемь всем, но здоровье нормальное. А так... Вот у него Ниндзюцу неплохое, но у него Шабилка тоже Ниндзючная, поэтому неплохо. Резистенс тоже неплохой. Ну, в принципе, он... Хочу сказать, что он должен стоять у вас в тылу. То есть, он должен стоять у вас в тылу. Это очевидно. И как бы... Ну, так себе. Не знаю, я не видел Ниндзя Векининг. А вот, видите, вот... Его провекинить нужно, чтобы узнать, какой у него будет лайфгроут. Ну, я бы сказал, у него так 1700 где-то лайфгроута на 85-м уровне с полностью овекининым. В полностью овекинином виде. Поэтому, как бы, то же самое с Ниндзюцу. Оно где-то, ну, 1300, наверное, будет. Резистенс, опять же, будет где-то 1200. Возможно, это неплохо. Атака и Дефенс, как вы видите, хреновые. Опять же, ему дают, типа, автоатаку. Но она у него тай. А ему дается, типа, полем дополнительно автоатака. Она у него тай, а тай это атакгроут. И, как вы видите, оно у него дерьмовое. Самый маленький параметр это автоатака. Она у него чистая тай. Следовательно, толку от его поля, от его второй атаки, тупо нихуя. Вот, то есть, как-то... Это как Карачимару Каноха Стрейтер. Например, толку с того, что у него крутая обилка, если остальные обилки у него, так скажем, остались от старого Арачимару. И они, как бы, ни к силу, ни к городу. Они не подходят к его стилю. Как нового ниндзя. То есть, это тот же обычный Арачимару, который имеет обилку по воскрешению Хакайя. Недоработан. То же самое с Даруем. Он недоработан, сразу вам говорю. Ну и давайте же пойдем теперь... Именно поэтому я не очень люблю Даруя. Данза у него... Да, конечно, Даруи в некоторых случаях лучше, чем Данза. Но, опять же, Данза и руку того же бафает. Мы видели только одного чувака с Даруем и кучу чуваков с Данзо. Потому что, опять же, для Блиц-команды ты можешь, например, если хорошо глазик наложишь удачно, то ты можешь воскресить, например, своего ГГ и таким образом выиграть битву, так как для Блица, то есть, они все стеклянные. То есть, умереть в Блиц... Умирают ниндзя в Блиц-команде очень часто. И у меня, кстати, такое было. Я, когда Мацури проходил, то есть, я глазиком Данза спас и руку, и в итоге выиграл за счет этого... Битву тупо потому, что удалось втанковать и не потерять своего ГГ, который всех порезал, порезал. Ну, здесь, я думаю, вам лучше показать битву с четырьмя колоннами, с одним не лучше. То есть, хотя Даруя сейчас клоны поубивают в первом раунде и будет вообще офигенно. Но Чизы я, естественно, вам не покажу. Ух, его... Ну, лазер-цирк, это он такими штуками пуляет. Как бы, я думаю, вы встретитесь с такой фигней. О, смотрите. А, вот и Чиз работал, что ли. Ну, опять же, вот стоит здесь Роши. И какой толк с его обилки, если здесь стоит Роши? Потому что на Роши парализация не работает. И вот, вы посмотрите, какой урон у его обилки. Вы видели, сколько там урона? Вообще не... Нисколько. Просто нисколько. Или... Стоп. Блин, это долго ждать. Давайте перезарядим и попробуем заново. Я хочу посмотреть, какой урон от его обилки. Я знаю, что по сравнению с Мэей обилкой, эта обилка, в общем-то, у Даруя просто сосёт. Нет, ну реально, ну вот зачем они такое сделали? Сделали такого крутого Данза и такого хренового Даруя. Хотя, казалось бы, он должен быть крутым. А нет, тыщу наносит. Слушайте, неплохо. Ну хотя, во-первых, это как бы Крит проломился, потому что это тут что-то... А я не знаю, почему, кстати, Крит прошёл. То есть красным изобразилось. Это типа дополнительный урон означает. Ну, в общем-то, тысячу, ну тысячу, не знаю. Не особо много. Хотя в ГНВ, я думаю, было бы неплохо. Замечательно. В общем-то... Ща напишу. Ладно, напишу после записи. Как вы видите, я обозрел Даруя. А, нет, ещё не до конца. Чуть не забыл. Короче, он у нас мужик, что естественно плохо в этой игре. Он у нас Хидден Клауд. В будущем, наверное, будут паферы на Хидден Клауд. Вот, именно не на Ниндзя Молния, а на Хидден Клауд Ниндзя. Сворд Юзер. То есть можно ему дать неуязвимость дебафом в первом ходу. И Алайд Шиноби Форсес. Пока что это никто не бафает. Ну, то, что Мечник, это, конечно, крутая... Крутая плашка. Но в остальном так себе. Вывод. Ниндзя, в принципе, даже в эндгейме может использоваться. Но, опять же, если у вас нет Данза. Всё же Даруи, ну, не знаю. В каком-то смысле он лучше, в каком-то смысле он хуже. Он больше атакующий, чем Данза. Но всё равно не настолько атакующий, как Мэй. То есть Мэй самая крутая, потом идёт Данза, потом третий, можно сказать, второй. Ну, и потом Мифун. Или, я не знаю, тут трудно судить, блин. Спорный персонаж. На этом я с вами прощаюсь. Не забудьте поставить лайк. Всем пока-пока.